Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось очень коротко рассказать о тех преимуществах и недостатках, которые имеются у исследовательского центра, организованного на базе государственной медицинской организации. Касаемо медицинской организации, то любая организация, которая зарегистрирована согласно законам Российской Федерации и в уставе которой имеется сноска на деятельность в сфере здравоохранения. И, безусловно, любая медицинская организация может быть государственной или частной. Касаемо учредителей медицинских организаций в государственном муниципальном секторе, учредителями является Российская Федерация и, соответственно, всеми собственниками всего оборудования и всех ресурсов государственной медицинской организации являются те субъекты федеральных органов государственной власти, в которых находится государственная медицинская организация. Наверное, с этим в основном и связаны те особенности, те возможные преимущества и недостатки организации клинических исследований на базе государственного медицинского центра. Что же происходит на этапе планирования клинического исследования? О каких преимуществах мы можем говорить в данном случае именно для государственной медицинской организации? Во-первых, все государственные медицинские организации легко найти в любом перечне либо комитетов по здравоохранению, либо министерства здравоохранения, что, безусловно, облегчает поиск специализированных учреждений для тех контрактно-исследовательских организаций и заказчиков клинического исследования, которые собираются их проводить. Второй немаловажный момент в плане преимуществ для медицинской организации – это возможность создания собственного независимого локального этического комитета, который может рассматривать возможность проведения клинического исследования на базе медицинской организации вне зависимости от Центрального этического комитета России. Возможность создания собственной юридической службы, которая параллельно с рассмотрением разрешения на проведение клинического исследования может верифицировать договоры на проведение исследования в конкретной медицинской организации. Это тоже большой плюс, который, как уже говорилось ранее, достаточно значительно ускоряет процесс оформления документов. И крупный штат бухгалтерии, экономический отдел, который также позволяет достаточно быстро обработать информацию, касаемую договоров клинического исследования с организацией и с конкретными исследователями. Какие же недостатки? К сожалению, информация о новых клинических исследованиях, о планируемых клинических исследованиях зачастую приходит на общий электронный адрес медицинской организации. И существуют задержки, они не критичные, но могут быть задержки до недели-двух о предоставлении информации для профильных подразделений и заинтересованных главных исследователей, если на базе государственной медицинской организации существует несколько клинических центров по проведению клинических исследований. Какие же преимущества для пациентов существуют на этапе клинических исследований? Безусловно, любая информация о планируемом исследовании может быть размещена на хорошо разработанном сайте, который, как правило, существует у всех государственных медицинских организаций, особенно крупных. О недостатке для пациентов на этапе планирования клинических исследований для меня было достаточно сложно выявить, потому что, в принципе, если пациенты не знают о планировании клинического исследования, то они не имеют какой-то отрицательной информации о ней. Этап проведения клинического исследования. Самым главным преимуществом государственной медицинской организации, особенно крупной, особенно специализированной, я являюсь представителем городского онкологического диспансера, достаточно крупная структура в Санкт-Петербурге, является, безусловно, возможность максимального набора пациентов за счет существующих принципов маршрутизации. Как мы знаем, согласно приказу Комитета по здравоохранению от 2013 года, все пациенты с подозрением на злокачественное образование должны быть направлены к специалистам-онкологам в два городских центра, которые являются, собственно, основными медицинскими учреждениями для лечения городского населения Санкт-Петербурга. Поэтому осуществление первичного потока пациентов, в том числе и для включения в клинические исследования, является достаточно оптимальной процедурой у городского медицинского центра. Вторым возможным преимуществом у городского специализированного центра является возможность использования и создания селективных центров на базе одного учреждения. Например, наше учреждение имеет 12 отделений, каждое отделение специализируется в лечении отдельной нозологической формы или локализации опухолевого процесса. Поэтому в нашей организации существует более 8 исследовательских центров, осуществляющих клинические исследования по направлениям лечения онкологических заболеваний. И, помимо всего этого, крупные государственные медицинские учреждения, имеющие в своем составе разнонаправленное отделение, имеют возможность проводить многоцентровые исследования на базе одного клинического учреждения. Кроме того, любая медицинская организация, особенно крупная, имеет собственную клинику и диагностическую лабораторию, как правило, сертифицированную по всем стандартам с возможностью их адекватной проверки и поверки. И отдельное отделение диагностической базы, собственные аппараты КТ, собственные аппараты МРТ, что исключает необходимость нашим пациентам двигаться по каким-то другим лечебным учреждениям и совершать поездки по городу для того, чтобы сделать необходимые исследования. И еще один очень важный момент для государственной медицинской организации – это, конечно, обеспечение пациентов, которые проходят лечение в данной медицинской организации лекарственными препаратами и сопроводительной терапией, обеспечение финансовое, которое не зависит от бюджетного финансирования. Это очень большой вклад в лечение онкологических пациентов, потому что, к сожалению, не все препараты государственная медицинская организация может приобрести, даже те, которые входят на сегодняшний момент в список жизненно важных лекарственных средств. А клинические исследования являются тем вариантом, который позволяет нам наших пациентов лечить самыми современными средствами. Какие же недостатки для медицинской организации? К сожалению, государственная медицинская организация по требованиям клинического исследования не имеет, как правило, возможности приобретения каких-то специфических, например, лабораторных наборов. У нас были проблемы с некоторыми лабораторными наборами, например, микро-бета-глобулин, который не делается в стационарном нашей лаборатории, поэтому возникает большой вопрос, как нам закупать эти наборы, если нам их не предоставляет клиническая контрактная организация, как нам выполнять это исследование. Мы с этими сложностями справляемся, как государственная организация, но тем не менее вопросы возникают. Вторым моментом может быть момент включения в команду исследователей, специалистов из других лечебных учреждений, например, офтальмологов, которые не включены в штатный состав специализированной государственной организации. Тем не менее эти вопросы тоже решаются, но на это требуется время. И, безусловно, государственная медицинская организация, распределение по отделениям которой коечного фонда осуществляется комитетом по здравоохранению или федеральными органами власти, не может создать на базе своего учреждения отдельное отделение клинических исследований с включением его в штатное расписание. То есть это либо будет какой-то специальный отдел, который не входит в штатное расписание, либо это будут команды, которые работают на каждом отдельном отделении. Но вот создание именно отдельного отделения в государственной медицинской организации достаточно трудно. Какие же есть преимущества для пациентов на этапе проведения клинического исследования? Самое главное преимущество для наших пациентов – это возможность выбора. Пациент может, обращаясь в лечебное учреждение государственного профиля, специализированное лечебное учреждение, может выбирать, ему должны быть предложены варианты стандартного лечения, либо он может участвовать в клиническом исследовании. В том и в другом случае пациент получает лечение согласно своей нозологии, согласно своей проблеме на базе этого клинического центра. Второй положительный момент для пациентов – это возможность обследования с учетом всех мировых стандартов без необходимости привлечения средств пациентов, как зачастую происходит в муниципальных и городских учреждениях. Пациенты, находящиеся в клиническом исследовании, не выполняют никакие исследования, за собственный счет им все необходимые исследования предоставляются компании-разработчикам. И третий момент – наш пациент, опять же, обеспечивается теми лекарственными средствами и той сопроводительной терапией вне зависимости от обеспечения государственного или муниципального лечебного учреждения. Еще одним важным преимуществом для пациента, безусловно, является необходимость четкого выполнения интервалов введения препаратов, которые очень жестко должны исполняться в рамках участия пациента в клиническом исследовании. Как мы понимаем, в обычной стандартной клинической практике мы не превышаем допустимых пределов откладывания циклов химиотерапии. И если мы откладываем по каким-то нежелательным явлениям, это один момент, но существуют варианты, когда циклы химиотерапии откладываются из-за создания некоторой очереди для поступления на очередной цикл химиотерапии. Так вот, в 2005 году были доложены результаты внутреннего исследования российского онкоцентра Блохина, которые показали, что и общая и безрецидивная выживаемость, например, у пациентов с лимфомой Ходжкина, напрямую зависело от того, были отложены циклы более чем на 4 недели или не были. Так вот, клиническое исследование исключает возможность откладывания циклов по социальным показаниям, не по-медицинским. Какие же недостатки на этапе проведения клинических исследований для пациентов мы можем рассмотреть? Конечно, это требование четкого исполнения расписания визитов клинического исследования. Зачастую наши пациенты просят откладывать лечение по каким-то семейным обстоятельствам, им надо куда-то уехать, или им неудобно приехать, или какие-то праздники. Клиническое исследование заставляет их проводить визиты в те дни, в которые это необходимо. И, конечно, более жесткие критерии включения по сравнению с включением пациентов в стандартное лечение. Как мы понимаем, пациенты, имеющие общий статус равный 2, могут быть подвергнуты стандартному лечению, но очень редко такие пациенты с ЭКОГОМ-2 могут быть включены в клиническое исследование, и это тоже может быть относительным недостатком. Что же происходит после клинического исследования? Для государственной медицинской организации положительным моментом, безусловно, является то, что мы имеем возможность нашим пациентам предложить какие-то стандартные методики лечения. После завершения клинического исследования мы пациента ведем от самого начала и практически до конца, у нас нет необходимости перенаправлять его в какие-то другие лечебные центры. То есть мы пытаемся помочь нашим пациентам от и до, если имеем такую возможность. И какие же недостатки? К сожалению, после проведения клинического исследования мы крайне редко имеем возможности стандартной терапии, которая будет оказывать эффективное воздействие на пациентов, которые получили лечение в рамках клинических исследований. Поэтому как для нас, так и для пациентов возникает вопрос, что же делать дальше, как же нам лечиться. И этот вопрос достаточно актуальный, но он скорее не вопрос недостатков именно государственной медицинской организации, а вопрос разработки новых медицинских препаратов для лечения онкологических пациентов. Поэтому, невзирая на то, что государственная медицинская организация, проводящая на своей базе клинические исследования, безусловно, имеет определенное количество недостатков, преимуществ все-таки больше, и мы активно пытаемся участвовать в клиническом исследовании, и надеемся, что особенно прослушав сегодняшний день и сегодняшний круглый стол, у нас будет возможность исправить те недостатки, о которых говорилось в предыдущих докладах, усилить контроль качества и, возможно, улучшить работу и с пациентами, и с базами данных, которые позволят нам привлекать новых спонсоров и СИРО для проведения новых клинических исследований. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.